Ребят, привет! В этом видео я вам покажу беспроводной микрофон, который подключается к телефону напрямую и вы можете снимать с расстояния до 20 метров человека, который дает интервью или что-то, о чем-то рассказывает, делает обзор. Вот так вот выглядит микрофон, заряда его хватает на 5 часов, качество звука вы оцените в этом видео. В комплекте идет чехол, в который все это складывается и можно хранить в сумочке. Вот это приемник, к нему можно подключать наушники, чтобы прослушать звук во время записи и также питание, чтобы одновременно подзаряжать телефон. Вот на этот телефон сейчас была запись, вот встали, вот этот переходник, приемник, видите здесь светодиод стоит. То есть я вот так вот сидел и я видел, что у меня светодиод говорит о том, что идет сопряжение, то есть звук должен идти. Здесь в приемник у меня встален переходник и включены наушники. И тот человек, который снимает видео, он может воткнуть вот эти наушники в себе в уши и контролировать идет ли запись. Это была синхронизация, так как видео сейчас записывается на две камеры. Первая камера с моей стандартной петличкой, радиопетличкой. И вторая камера с петличкой от Fifine M6. Вот она здесь надета. Сейчас вы слышите звук вот с этого телефона по беспроводной связи. А сейчас вы слышите звук по другой радиосистеме, которая делает шумы, когда я молчу. Слышите шумы какие есть. А здесь шумов нет, когда я молчу. И сравните звук. Здесь какой звук, когда я разговариваю. И здесь какой звук, когда я разговариваю и молчу. Разница есть. И вот об этой разнице я хочу вам рассказать в этом видео. Я пересмотрел все обзоры, которые есть на вот этот вот микрофон беспроводной Fifine M6. И в этом видео я вам расскажу то, что другие не рассказали. Но я не знаю, почему именно такие моменты не рассказать. Но это очень важно. Самое главное в этих петличках, чтобы не было шума, когда вы не говорите. Вот как сейчас. Когда я не говорю, тишина. Это все делается на программном уровне. В самом микрофоне, вот в этом. Обрабатывается звук автоматически. Обрабатывается гейт и обрабатывается компрессор. Компрессор это когда звук автоматически выравнивается по высоте. А гейт это когда отключается звук, чтобы была тишина. В этой радиосистеме работает по-другому. Передача звука идет постоянно. А когда я не говорю, то у нас получается вот этот вот шум по радиоканалу. Слышите шум, когда я не говорю? У каждой системы есть достоинства недостатки. Допустим, вот в этой системе, где тишина, все четко, он не сможет записывать очень тихий звук. То есть, когда я буду говорить шепотом. Давайте я вам покажу. Послушайте здесь то, что я сказал сейчас туда. Это отличие. И вам решать, для чего вы берете данную систему. Я думаю, что если вы берете для блога, где-то вы не будете говорить шепотом. Смотрите, вот эта система, она, хоть даже и не записывает шепот, но она будет записывать шелест бумаги. Как здесь шелест бумаги слышен? Примерно одинаково. Да ладно. А сейчас я вам расскажу про компрессор и гейт. Как работает там и там. Перейдем сюда. Смотри, сейчас я буду крутить головой, говорить влево, говорить вправо, говорю вверх, говорю вниз. И вы практически всегда слышите одинаково. Говорю влево, говорю вправо, говорю вверх, говорю вниз. И вы практически слышите всегда одинаково. Может быть, одинаково слышите. Потому что автоматический компрессор звук выравнивает чётко и за счёт этого, ну это в общем преимущество данной системы, вам не надо в компьютере сидеть, выравнивать звук, отдельно плагин ставить, настраивать его, всё чётко происходит на автомате. Как происходит здесь? Говорю влево, говорю вправо, говорю вверх, говорю вниз. Слышите, да, какая разница? Есть разница, и приходится в компьютере выравнивать это. Послушайте, как это будет, если выравнив в компьютере. Говорю влево, говорю вправо, говорю вверх, говорю вниз. Ну вот так вот получается. Опять же выбирать вам. Я вам показываю две системы, и вы выбираете в чём из них плюс-минус. В чём плюс ещё вот этой вот радиосистемы? Сейчас я вам её поближе, конечно же, покажу. В чём плюс ещё вот этой вот радиосистемы? Сейчас я вам ее поближе, конечно же, покажу. Плюс в том, что вы можете, ну, вы не можете, вы берете с собой, она очень мало места занимает. Входит вот такой вот мешочек, который идет в комплекте. У вас всегда телефон с собой, у вас всегда вот эта радиосистема лежит с собой в сумочке, много места не занимает. По инструкции батареи хватает на 5 часов, а здесь вы сейчас видите, насколько реально ее хватает по моим тестам. Так вот, данная система подключается к телефону в любое время, когда вам надо снять кого-то, вот на каком-то расстоянии, там, 5, 10, 20 метров. Кстати, у этой радиосистемы расстояние до 20 метров. 20 метров это очень далеко, никто никогда с такого расстояния снимать не будет, особенно на телефон. Потому что, если вы задалека снимаете на телефон, вам надо приближать, и телефон, как правило, приближать так сильно не имеет, либо качество ухудшится. Ну, я не вижу таких сценариев, чтобы надо было приближать. Если вот на данный телефон делать, к примеру, обзор машины, обзор чего-то, да хоть где, даже в шумном помещении, если делать, вы напялили туда петличку, вот это, сейчас я покажу поближе, поставили, ходите, вас снимает, все отлично видно. Точнее, и слышно отлично, и это все мобильное, все с собой, никаких проводов, это отличное решение. За деньги, которые это стоит, это недорого. В этой радиосистеме есть светодиод. Я сейчас вижу светодиод, то, что говорит, то, что у меня устройства сопряжены. И, соответственно, это очень удобно, но я не понимаю, записывает звук или нет. Я столкнулся с некоторыми сложностями. У меня телефон Realme Master Edition, и там не было записи звука. По умолчанию я позвонил в службу поддержки, мне сказали, как это включить в настройках. Сейчас я вам покажу, как включить. И также очень удобно, что я могу, точнее не я, а тот человек, который меня снимает, он может воткнуть наушники в уши и слушать, идет ли запись. То есть, на телефоне там же нет вот этой вот уровня, идет ли звук, а он наушниках может контролировать, есть ли запись, мало ли, что-то не так. Также здесь есть кнопочка вот на этом микрофоне. Я могу ее нажать. Вот я нажал. Здесь загорелся красненький светодиод. Сейчас вы слышите меня на другую камеру. Вот, как только я здесь нажимаю еще раз, загорается синенький светодиод, и звук уже записывается, точнее передается звук. Но, к сожалению, я вот там вот вижу всегда синий светодиод о том, что микрофон сопряжен. Хотелось бы, конечно, чтобы на телефоне вот этот вот синий светодиод тоже был бы красный, чтобы я понимал, что звука нет. А так мне надо сюда посмотреть, да, запись идет. И еще, что удобно, вот этот разъем Type-C у меня телефон, я могу его вставить хоть так, хоть так, а светодиод с одной стороны. То есть, если я снимаю сейчас на основную камеру, то я вижу, светодиод ко мне повернут. Если бы я снимал на фронтальную камеру, я бы тогда этот светодиод перевернул бы наоборот, и спереди бы тоже его видел о том, что есть соединение. Для чего нужен светодиод? О том, чтобы вы знали, если вдруг здесь сядет батарейка, которой, в принципе, хватает надолго, у вас светодиод будет мигать, и вы будете видеть, что передача звука не идет. Все очень удобно, грамотно сделано. На самом микрофоне имеется вот такое вот поворотное крепление. Вот оно прищепливается, и можно поворачивать, как вам удобно. Здесь есть разъем Type-C, заряжается довольно быстро. Кстати, если вот так вот буду разговаривать, на таком расстоянии, буду приближать, вот как будет интересно, да? Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Вот, а если я буду на моей другой радиосистеме, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. То есть, сейчас никакими плагинами ничего не пользовался, вот как вы слышали, вот такой звук есть. То есть, это просто идет подтверждение к тому, что здесь реальный стоит компрессор, автоматический звук регулирует, и гейт. То есть, когда я не говорю, полная тишина. Давайте сейчас перейдем сюда, я вам поближе покажу то, что мне в телефоне воткнуто, как это пользуется, и как настроечки в телефоне сделать, чтобы запись звука была. Вот на этот телефон сейчас была запись, вот вставлен вот этот переходник, приемник, видите, здесь светодиод стоит. То есть, я вот так вот сидел, и я видел, что у меня светодиод говорит о том, что идет сопряжение, то есть, и звук должен идти. Здесь в приемник у меня вставлен переходник, и включены наушники. И тот человек, который снимает видео, он может воткнуть вот эти наушники себе в уши, и контролировать, идет ли запись звука, то есть, идет ли звук в телефон. Даже сейчас, когда у меня включена камера, стоит на стопе, звук здесь есть. Раз, два, три, да, звук здесь есть. Я вам это даже могу продемонстрировать, и вы можете даже посмотреть, с какой идет задержкой. Вот видите, я держу наушник, один, один, один. То есть, задержка есть. Чтобы заработал приемник, необходимо зайти в меню телефона, и вот здесь вот включить OTG. Включаем OTG, и у нас пошло питание, мигает, и вот он загорелся, он синхронизировался. Ну и вторая проблема, у меня не записывался звук при стоковом приложении, которое есть в телефоне камеры. Вот сейчас записывается звук, вы слышите, на телефон. Приложение стандартно стоит. Я ставил внешнюю программу, там по умолчанию был, если подключен внешний микрофон, он записывался оттуда, все нормально. Потом я связался со службой поддержкой своего телефона, и они мне сказали, что сделать, чтобы звук записывался. И вот сейчас, вот видите, стоит, и приложение вот это стандартное, и звук записывается, все отлично. Если у вас телефон, как у меня, Realme Master Edition, либо другой Realme, в нем есть следующая настройка. Сейчас зайдем в меню, я вам покажу. Заходим в настройки, далее вот здесь вот в Realme есть звук и вибрация, в самом низу есть расширенные настройки. Далее здесь заходим в устройство записи по умолчанию, и по умолчанию здесь стоит автовыбор. Я сейчас специально зашел, включил. У меня, чтобы звук записывался с радиомикрофона, необходимо поставить вот это вот дополнительно. Вот все, вот видите, тут осталось дополнительно. И тогда звук будет записываться с внешнего микрофона. Если я вот ее сейчас вытащу и включу камеру, и вот сейчас я нажал звук сейчас, у нас, по идее, вот видите, он записывается автоматически, записывается отсюда. Если я включу сейчас на ходу данный микрофон, интересно, получится ли так, чтобы звук автоматически... Я хотел уже с вами попрощаться, но я не показал вам распаковку. Конечно же, я заснял. Давайте покажу распаковку, и пока. В комплекте с микрофоном шел вот такой вот USB-C провод для зарядки. Можно заряжать от своего телефона, если у вас телефон USB-C. Естественно, как иначе. Потом вот такой вот мешочек сюда вы положили, и в сумочке носите. Очень удобно. Микрофон, приемник и провод для зарядки легко вмещается в данный переносной мешок, который был в комплекте. Мешок это удобно. Положили в свою сумочку, и оно у вас никуда не растеряется. Все в одном мешке будет лежать. Пока, ребята. Продолжение следует...